Не с ответов На них ответа нет Почему стремятся к свету Все растения на свете Отчего к морям скишит река Как мы в этот мир приходим В чем секрет простых мелодий Нам хотелось знать наверняка Замыкая круг Ты назад посмотришь вдруг Там увидишь в окнах свет Сияющий нам вслед Пусть идут дожди Прошлых бед от них не жди Камни пройденных дорог Сумел пробить росток Открывались в утро двери И тянулись ввысь деревья Обещал прогноз то снег то зной Но в садах рожденных песен Ветер легок был и весел И в дорогу звал нас за собой Замыкая круг Ты назад посмотришь вдруг Ты назад посмотришь вдруг Там увидишь в окнах свет Сияющий нам вслед Пусть идут дожди Прошлых бед от них не жди Камни пройденных дорог Сумел пробить росток Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 23 мая указом Президиума Верховного Совета СССР В Челябинской области Образован новый город Снежинск Больше известный населению Как Челябинск-70 Сотрудники научно-исследовательского Института в Снежинске В этом году разработали И испытали первый принятый На вооружении в СССР Термоядерный заряд Осенью в Снежинске Праздновали новоселье В первом жилом доме К Новому году ожидалось Открытие первого детского сада Поставленная правительством цель Была достигнута ценой Героических усилий ученых и инженеров Строителей и монтажников В первые годы работы Нового производства Из-за того, что дело имели По сути с неведомым Первопроходцы атомной отрасли Часто оказывались в полях Повышенной радиации Радиоактивность В производственных помещениях Иногда превышала предельно допустимую В сотни И даже тысячи раз В середине 50-х Регистрируются десятки случаев Лучевых заболеваний у специалистов Работающих на заводах-маяках Как ни странно Но именно в это время В область все чаще допускают Зарубежные делегации Кто только не принимал у нас Опыт строительства новой жизни Социалисты Франции Коммунисты Болгарии Члены национального собрания Чехословакии Депутаты греческого парламента Схема приема гостей Была отработана до мелочей И превращена в своеобразный ритуал В череде визитов Приезд в Магнитогорск Премьер-министра Индии Джавахарлава Неру С дочерью Индирой Ганди Стал, пожалуй, самым запоминающимся Перед прилетом высокого гостя Магнитогорцы за сутки Выстроили 5-километровую дорогу От аэропорта до города На всем пути следования кортежа Тысячи и тысячи людей Повсюду цветы Красные флажки и транспаранты Да здравствует советско-индийская дружба Горячий привет представителям Великого индийского народа Как сказочный принц Выглядевший экзотически для сурового рала Джавахарлав Неру Появился на мгновение И растворился в безоблачном небе А на память об этом визите Магнитогорцам осталось новенькое шоссе Появившееся в мгновение ока Которое почему-то окрестили Дорогой Индиры Ганди А вот имя Джавахарлава Неру В местной топонимике Никак не запечатлелось Видимо, ввиду противоестественности Русскому языку Без козыка белая полоску воротник Пионеры штулые спросили напрямую С какого парень года С какого парохода И на каких морях Ты паву-вал-моряк С какого парень года С какого парохода И на каких морях Ты паву-вал-моряк Ленка за плечами Как флаги за кормой Смело отвечает парень молодой Эх, мы друзья со снота Недавно из похода Одиннадцать недель Гостили на воде Эх, мы друзья со снота Недавно из похода Одиннадцать недель Гостили на воде У матросов нет вопросов У матросов нет проблем Никогда вопросов В 1957 году В 16 часов 30 минут На объекте Б Производственного объединения Маяк Взорвалась банка номер 14 Комплекса С-3 Служившая хранилищем Высокоактивных отходов По мощности взрыв Соответствовал 100 тоннам взрывчатки Радиоактивное облако Поднялось в воздух На высоту до 1 километра Порывистый Юго-западный ветер Понес воздушные массы Из района химкомбината В направлении Богоряка И Каменск-Уральского Два миллиона кюри Радиоактивности Было разнесено По лесам, озерам И полям На площади 20 тысяч квадратных километров В Челябинской Свердловской И Тюменской областях Последствия этого взрыва Никто еще не мог оценить В полной мере Нигде в мире Еще не происходила Радиационной промышленной Аварии такого масштаба На самом верху Было принято решение Аварию засекретить Населению О происшедшем Ничего не сообщать Вместе весело шагать По просторам По просторам По просторам И, конечно, припевать Лучше хором Лучше хором Лучше хором Спой-ка с нами Перепелка Перепелочка Раз иголка Два иголка Будет елочка Будет елочка Раз дощечка Два дощечка Будет лесенка Раз словечка Два словечка Будет песенка Везде весело шагать По просторам По просторам По просторам И, конечно, припевать Лучше хором Лучше хором Лучше хором Лучше хором Нам счастливо, юнкопитно, доброе дождинка Раз дождинка, два дождинка, будет радуга Раз дождинка, два дождинка, будет лестинка Раз словечка, два словечка, будет песенка Вместе весело шагать по просторам И, конечно, припевать Лучше хором С этого года отсчитывает свою историю областное челябинское телевидение Первые пробные программы прошли 1, 2 и 3 мая Это была трансляция кинофильмов «Рассказы о Ленине» «Мы подружились в Москве» и «Депутат Балтики» В июле передачи возобновились В течение первых месяцев студия работала 1 день в неделю Затем 3, потом 5 и, наконец, ежедневно Для заполнения многочасового эфира Нужно было создавать разноплановые передачи А в стране еще не было ни одного учебного заведения По профессиональной подготовке работников телевидения Редакции на первых порах в основном состояли из журналистов и педагогов Театральных работников и режиссеров Людей самых разных профессий Которые с энтузиазмом осваивали новое для себя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Потому что если мы эту бомбу взорвем где-то туда, куда она предназначается То мы можем и себе окна побить Поэтому, значит, это не устало В режиме повышенной секретности Первые лица государства посещали предприятия военно-промышленного комплекса Расположенные на Южном Урале В 1958 году на Златоустовскую площадку конструкторского бюро машиностроения Приезжал секретарь ЦК КПСС по оборонной промышленности Леонид Брестов Кто ей право дал? Что это? Прокурор? Или что это? Кто это такой? Какие права в Америке распоряжаться судьбами других стран, других народов? Они называют себя свободными народами Народы свободных стран Какая это свобода? Полет первого человека в космос Южноуральцы, как и весь советский народ Восприняли с восторгом В Челябинске горисполком принял решение Присвоить имя Гагарина Центральному парку культуры и отдыха Но мало кто знал Что для создания космического корабля «Восток» Так же, как для первого искусственного спутника «Звели» Использовались марки спецстали Челябинского и Златоустовского В октябре было испытано первое изделие Полностью разработанное и изготовленное силами Снежинского института технической физики На базе новых ядерных зарядов Здесь же были созданы стратегические авиабомбы Десятилетиями стоявшие на вооружении советской армии И водородная суперавиабомба Самая большая в мире В октябре на 22-м съезде КПСС Хрущев объявил полную и окончательную победу социализма в СССР Здесь же в новой программе партии было провозглашено Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме Южноуральцы отреагировали на это заявление Выдвижением новых повышенных социалистических обязательств А школьники высчитывали сколько же им будет лет на момент построения коммунизма А теперь поет Иван Долунов Я с детства люблю суровый Урал Где песни поют и плавят металл Где зорья сны, где люди сильны Где каждый характер прямой И песню мою тебе я пою Мой город уральский родной Дождевые струны зазвенели Разогнала всех людей гроза Но идут прохожие по панели И смеются радостно глаза Он дождя ни капли не пугается И хоть ливень грозовой прошел Человек идет и улыбается Значит человеку хорошо Человек идет и улыбается Значит человеку хорошо Хорошо, хорошо, хорошо